друзья всем привет пасека с нуля 16 часть сегодня 25 апреля 2020 год карантин в разгаре но мы работаем не останавливаемся вот кратко покажу что происходит у нас на пасеке вот наше небольшое хозяйство пасечная 11 ульев все зимовки вышли ну как и у всех по-разному вышли есть и сильные где было приблизительно 7 рамок есть и слабачки по 3-4 рамки ну в принципе как и у всех зимовали на улице здесь же вот единственное что 4 улья которые были на другом точке перенесли сюда по погоде это волчанский район харьковская область вот у нас яблонька да она еще не цветет 25 апреля напоминаю наконец-то наконец-то зацвела слива черемуха зацвела груша еще начало цвести сейчас покажу пойду но там пчелок нету вот все работы по выход по выходу после зимы мы проводили в марте и до этого времени в улья не заглядывали то есть налили им сиропа до единственно подливали сиропчика для ускорения развития вот и где-то месяц точно не заглядывал потому что не было погоды раз попробовал было ветрено пчелы были злые и работать было некомфортно ну скажем так лишний раз решил не тревожить в этом видео мы рассмотрим наши новинки за время пока ведь не выпускались сегодня рассмотрим топлива для дымаря и сегодня мы будем сеять по цели вот здесь на другом точке пойду пойдем покажу другую замечательная черемуха пчелок на ней не видать не хотя есть одиночные такая вот большая шмель он прилетел есть одиночные пчелки но я думаю сейчас чуть-чуть потеплеет к к обеду и будет наша черемуха гудеть дальше пойдем сливы груши вот вишня до 25 апреля люди пишут цвет отцвели сады а тут еще вишня даже не начинала так вот на сливке гудят хорошо очень много пчелок летает собирает пыльцу и нектар так груша 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 груши визуально не наблюдаю вот другая слива здесь тоже пчелки есть так вот здесь наш точек второй который был прошлом году ну приблизительно я вам говорю 50 метров от первого тачка поставили лежак это будет место для отводков вот расчистили вот так мы этой весной местечко будет ну то есть для второго тачка и сейчас планируем здесь посадить павловнию тоже в этом видео покажем выращивали павловнию и семян то есть это будет отдельное видео собираю пока скажем так контент и потом все покажу как вырастили из купленных семян большие деревья вот такое местечко но еще до убирать надо много труда привык приложена вот такая куча веток и второе местечко вот здесь тоже будет фацелия вот на вот этом квадрате здесь приблизительно четыре сотки хоть что-то да посадим одуванчики цветут перейдем теперь топливу для дымаря вот такой пакет топливом это яичный картон под лотков перебитый можно использовать как для распалки так и для работы хватает на 5-6 заправок одной заправки зависимости от интенсивности работы приблизительно хватает на 40-50 минут сейчас разожгу все элементарно просто очень хорошо быстро воспламеняется отлично выручает то есть если у вас нету под рукой топлива это отличное решение то есть одна спичка все вот уже началось горение разожгли раздымели дым такой со сладковатым со сладковатым привкусом и теперь я после распалки забрасываю ищу еще топливом дымар вас разжегся сейчас там вытлеет и в принципе через две-три минуты уже будет хороший густой дым вот прошла минутка я даже не прилагал никаких усилий оно само там расслелось и вот такой отличный дым получается можно идти работать так сеем фацелью пригнали спецтехнику джон дир управляет этой посадочной сложной техникой основатель агрофирмы гребенек андрей сергеевич почетный владелец 6 гектаров земли за садком что скажете какие сложности посадки по цели кроме что надо толкать до хрена а что ты робы след кимаил маленький 40 45 сантиметров должно поднимать рулетку на ты рулетку московь а я верю 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 в общем ничего сложного нету выставили потренировались и теперь зарываем в землю пока папа был на пасеке ты вы прикрыты и подстраховка работает сын наващивает научиться наващивать скажем так вот потеряли деда каток ну ничего у нас было гребешок наващивать или работаем гребешком а дочь обучается матководству до лет что это такое чего вывода маток разобралась как он работает так что мы начнем маток выводить да а что ты говоришь про тех людей которых не любят мед на них что пчелки обижается поняли те кто не есть мед на них пчелки обижают вот такие то вы у нас прикрытые финальные посадочные работы сегодня это мы садим вот она вырастет такая сейчас я сделаю вставочку ты аккуратней бабушка расскажи как вырастили мы семян до такого состояния и это будет отдельное видео а а теперь мы сделали такие ямки большие да что-то ты сыпешь селитру засыпали короче надо владеть и целовать ее каждый вечер чтобы она росла ну вот растет очень быстро 2-3 метра в год будем в наших видео дальше показывать ее рост так а теперь посмотрим наш баланс так ну и наш баланс вот накладная семена мы докупали холстики и зимой также потерялась накладная зимой также покупали 11 килограмм candy вот теперь посчитаем какой у нас сейчас баланс